Уход за детьми, зависимыми от аппарата неинвазивной вентиляции легких. Вентиляция неинвазивная, масочная, без нарушения дыхательных путей. Такие дети тоже нуждаются в особенностях, определенных при осуществлении сестринского ухода. И я прошу сейчас медсестру детского хосписа «Дом с маяком» Драбкину Екатерину Сергеевну. Здравствуйте. Сейчас я открою презентацию. Меня зовут Катя, я работаю в детском хосписе «Дом с маяком» в отделе респираторной поддержки, где мы занимаемся ребятами с нейромышечными заболеваниями, такими как с маме, у дистрофии Зюшена и разными другими. У этих детей и молодых взрослых основное заболевание влияет на все группы мышц, в том числе и на те, что участвуют в дыхании и глотании. Вследствие слабости мышц прогрессирует дыхательная недостаточность и возникают проблемы с кашлем и глотанием, что в свою очередь приводит к частым аспирациям и высокому риску возникновения пневмонии и респираторной инфекции. Также у детей по мере роста формируется сколиоз, что, конечно же, тоже негативно влияет на объем легких. Как правило, все они, кто-то раньше, кто-то позже, нуждаются в респираторной поддержке, а именно в НИВЛ, в нейвазивной вентиляции через масло. Приборы для нейвазивной вентиляции компактные, имеют встроенный увлажнитель, их удобно брать с собой и довольно просто пользоваться. Вот тут я на слайдах показываю, какие бывают разные аппараты для неинвазивной вентиляции. Вовремя начатая вентиляция – это профилактика респираторных заболеваний, а при их возникновении более легкое течение болезни. Наша задача – свести к минимуму риски попадания в реанимацию, так как это нередко ведет к постановке торфиосомы и снижению качества жизни как самого пациента, так и его семьи и всех, кто за ним ухаживает. Обычно мы начинаем только с ночной вентиляции, но со временем, по мере прогрессии заболевания, у некоторых пациентов возникает необходимость вентиляции и днем. Также потребность вентиляции возрастает, если ребенок заболевает какой-нибудь респираторной инфекцией. Наш отдел состоит из врачей и медсестер. Наши все подопечные находятся дома, и мы делаем с ним плановые визиты домой. Наша задача входит в проведение различных исследований, таких как спирометрия измерения объема легких и пульсоксиметрия, ночное исследование сна, которое позволяет увидеть, нет ли у него гиповентиляции и, соответственно, не требуется ему уже аппаратная поддержка. Вот тут на слайде можно увидеть внизу хорошую пульсоксиметрию, а сверху две ярко выраженные гиповентиляции. Также необходимо следить за объемом и формой грудной клетки. Особенно у маленьких детей. Мы делаем замеры и смотрим в динамике, как это все укройно. У детей со СМА есть тенденция к деформации грудной клетки, а также вообще в целом из-за неправильного позиционирования и довольно пассивного образа жизни у них вообще в целом деформация и скелета, и формирование сколиоза. Поэтому мы очень плотно и тесно сотрудничаем с отделом физической терапии, который занимается как раз подбором различных средств реабилитации. И мы ориентируемся на умения здоровых детей в этой возрастной группе, чтобы... Да, мы ориентируемся на их умения, чтобы это все компенсировать. То есть мы стараемся ребенка вовремя походить, поставить и так далее. То есть для этого подбираются различные средства. Вот мы видим коляску, вертикализатор, корсет, чтобы не формировался сколиоз. Соответственно, правильная своевременная вертикализация – это возможность отсрочки проявления контрактуры и прогрессии сколиоза, что в свою очередь тоже снижает риск различных респираторных инфекций, потому что человек сидит ровно и все у себя ровно, и, конечно, может, хорошо. Мы учим родителей правильно сажать ребенка, как делать укладки в кровати, как правильно переносить совсем маленьких малышей с осмы-один, снижая риск аспирации. Также мы занимаемся подбором масок. Мы стараемся подобрать несколько видов. Вот тут можно посмотреть пол на лицевую, носовую, ротную носовую маску. Мы стараемся подобрать несколько видов для того, чтобы правильно распределить давление на лице, чтобы не было деформации. Потому что в НИВЛе ребенок спит около 8 часов и, соответственно, довольно долго получает давление на различные части лица. Ну вот малышки бывают разные. У наших ребят основными приборами являются пульсоксиметр, откашливатель, аспиратор и НИВЛ, если уже есть потребность вентиляции. И очень важно обучить родителей всем этим правильно пользоваться, так как оно может потребоваться в какой-нибудь экстренной ситуации, когда нет времени учиться. Вот, откашливатель – это вот такой прибор, который имитирует кашель. Сначала он под давлением подает воздух, а потом также под давлением его забирает. И делает примерно то же самое, что мы делаем, когда кашляет. То есть мы сначала выдыхаем, потом резко выдыхаем. Вот. Мы настраиваем обычно три программы. Одна программа для внутреннего кашля, потому что небольшое количество мокроты всегда у всех немножко появляется, и важно ее убрать с утра. Второй режим мы настраиваем на режим болезни, когда ребенок болеет, у него много мокроты, ему сложно откашлить, тогда откашлясть ему очень помогает. И иногда мы настраиваем режим АМБУ, для того, чтобы делать дыхательную гимнастику, которая помогает сохранить грудную клетку в хорошей форме, и объем легких поддержать в том формате, в котором он есть. Вот. И, да, ну мы так же обучаем родителей делать гимнастику с мешком АМБУ или с откашливателем. Вот. И, ну да, в основном мы совершаем плановые визиты на дому, вот, на которых мы обучаем родителей всем этим оборудованием пользоваться, оказываем информационную поддержку. И, ну, таким образом получается, что наша работа заключается в том, что мы обучаем родителей, что делать в экстренной ситуации, как пользоваться всем этим оборудованием, подбираем маски, следим за состоянием, и также психоэмоциональная поддержка родителей. Вот. Все. Екатерина Сергеевна, большое вам спасибо за содержательный, очень интересный доклад. Вот, действительно, вы помогаете дышать и будете всегда на связи. Почти более там 250 пациентов детского хосписа «Дом с маяком». Вот. Большое спасибо за вашу работу и за прекрасную презентацию. До Arena Екатерина Сергеева К worthless Большое-est. Теперь яЛОМ – ā ی Редактор с маякомэфф ad Луна – Луна – は, до conhecer NEWS?